Рисуйте прямые линии в вашем эскизе, и будет вам счастье. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас тема, как нарисовать правильную бровь. Вообще эскиз бровей. Я рисую на доске, потому что у меня очень много есть видео, где я на клиентах рисую, и говорю в принципе то же самое. Но я вот решила попробовать объяснить здесь, может быть будет понятнее. Я люблю брови, которые состоят из четырех прямых линий, вот из пяти. То есть одна линия нижняя тела брови, одна линия такая же прямая, в принципе, практически полностью прямая в хвосте. Получается прямая линия внешняя и прямая линия внешняя на хвосте. Они соединены в каком-то месте, естественно, небольшими скруглениями. И головка, выбранная клиентом, она может быть любой формы. Это уже обсуждается в процессе. Но, кстати, самая простая классическая головка, то есть, во сути, тоже прямая линия, просто скругленная в двух местах. То есть вот эта классика, самая простая классика жанра, она идет вообще всем. Она может быть чуть тоньше, чуть шире, короче, разная пропорция тела и хвоста по отношению друг к другу. Но если вы нарисуете эту линию прямой, то вы можете ее замерить всегда. Я и так говорю на клиентах, и может быть сложно понять, потому что очень маленькие части. Если вы прямые свои линии замерите салфеткой, ниткой, ватной палочкой и перенесете на другую сторону, то вы уже не потеряете бровь, в принципе, соседнюю. Вы отзеркалите ее очень просто. Очень часто я замечала, что мастера, они даже, в принципе, правильно нарисовав внешнюю линию, теряют бровь, потому что у них вот эта внутренняя линия имеет какую-то вот такую сложную дугу. Ее очень сложно воспроизвести на соседней брови. Ее также сложно зафиксировать, потому что, когда натягивается кожа, или может быть надбровная дуга выпуклая, ну, реально сложно. Я бы тоже долго работала, чтобы ее зафиксировать. Поэтому, что мы делаем? Мы рисуем прямые линии, замеряем их и переносим на соседнюю бровь. А штрихуем мы, если не барашками, что вообще крайне неправильно делать, а просто такими штрихами, которые пальцу удобно. Это всегда, кстати, прямой штрих тоже. Это тоже будет очень помогать нам, вот прямая линия, просто фиксировать эскиз. Потому что изогнутая бровь, если бы у нас была, то есть какая-то такая странная форма, нам, по идее, надо повторять вот эти, получается, штрихи, либо создавать эту дугу какими-то маленькими штрихами. А здесь все просто, очень простые движения, которые помогут нам зафиксировать эту простую нашу форму. И полукруги всевозможные, они создают странное лицо. На самом деле, мне очень не нравятся вот такие всякие полукруглые формы, они создают такое какое-то простоватое лицо, а классика идет всем. И плюс клиенту эту форму очень просто будет поддерживать в дальнейшем. То есть выщипать брови по прямой линии гораздо проще, чем пытаться это сделать на странных радиусах. Поэтому рисуйте прямые линии в вашем эскизе. В зависимости от лица регулируйте угол, толщину. Идет, не идет, это смотрите уже на форму лица. У нас, кстати, есть видео о формах лиц. И будет вам счастье, будете вы очень просто и быстро рисовать эскизы. Я думаю, что это было бы так. Я думаю, что это было бы так.